В июне 2015-го президент России Владимир Путин подписал поручение правительству о создании национальной системы качества пищевой продукции. В ближайшем будущем требования к качеству станут обязательными и едиными. Понятие двойных стандартов должно уйти с рынка. Придется поставить точку во множественных попытках создать системы качества различными отрасливыми организациями. До конца 2015-го года все ответственные за этот процесс ведомства, прежде всего Роспотребнадзор, должны были предпринять все необходимые шаги для создания новой системы. Как сегодня выглядит и работает эта система, мы обсудим сегодня. Вы смотрите детали дня. Судя по ленте новостей Роспотребнадзора КОМИ, контролю качества продуктов питания в нашей республике уделяется очень большое внимание. Регулярно проводятся рейды по торговым точкам и производителям. Для руководителей бюджетных учреждений проводятся обучающие семинары. В этом общем деле активно участвует народный контроль. Есть даже межведомственная рабочая группа по выработке рекомендаций по организации контроля качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений Республики КОМИ. Но нам интересна реальная картина потребления, которую представит Виктория Палкина. Специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории точно знают, какое молоко пить можно, а какое нет. За стеклом в условиях полной стерильности этот продукт проверяют на сальмонеллез. Дело ни одного часа и даже ни одного дня. Процесс, да, по идее, кропотливый. Это собирание бокса, подготовка той же самой посуды. Сам процесс посева занимает немалое время. Ну и в процессе все вот эти пересевы. Приходится даже на выходные выходить, чтобы все это было сделано. Чтобы вовремя выдать заказчикам результаты. Это молоко прошло ветеринарный контроль. В противном случае ситуацию бы назвали чрезвычайным происшествием. А всю партию сотни литров молока. Просто забраковали. Но если с тем же молоком более или менее спокойно, то со сливочным маслом все намного сложнее. Современный хроматограф точно определяет, что именно находится в упаковке. Пальсификаты попадаются часто. Это уже рядовая ситуация. Застраховать себя от некачественной покупки самостоятельно жители коми вряд ли смогут, говорят эксперты. Отличить подделку можно только в лаборатории. Начнем с того, что там может не быть масляной кислоты, которая должна быть 100% в любом сливочном масле. Или есть ее следы. То есть это масло сделано где-то с любовью, но без сливок. Сейчас такие ароматизаторы, такие красители, что по вкусу вы его вряд ли сможете отличить. Последняя партия фальсификата оказалась московского и нижегородского происхождения. Проверку проводили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Причем отбор сливочного масла провели в бюджетных учреждениях КОМИ, в том числе и в детской республиканской больнице. В пробах нашли все, что угодно, только не жиры. В нашем испытательном центре, говорят, чаще всего проверку не проходит как раз привозное масло. Его и маслом-то назвать можно с большой натяжкой. А вот наш товар до сегодняшнего дня нареканий у экспертов не вызывал. По жирно-кислотному составу она соответствует всем требованиям. Нету, не было еще ни разу фальсификата по данным показателям. То, что написано на этикетке, то же самое и внутри. Еще один продукт, который требует особого внимания специалистов, это рыба. Стихийные рыбные торговые точки, которые сегодня оккупировали часть микрорайонов столицы КОМИ, реализуют продукцию непонятного происхождения и качества. К такому выводу в ходе рейда пришли сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Рыбный ассортимент здесь широкий. Щука, хариус и даже морской окунь. Только все они на нелегальном положении. Никаких документов на продукцию у продавца нет. На рыбную продукцию отсутствует маркировка. Не установлено сроки годности. И название только. И, значит, получается, что мы не знаем ее происхождение, откуда она. Зато продавец точно знает происхождение этих продуктов. Рыба якобы из Салихарда, Оленина и Зыжмы. Этой информации, судя по всему, покупателю достаточно. Никаких документов сыктывкарцы обычно не требуют. На другой торговой точке документы нашлись. Если верить накладным, выловили рыбу еще в прошлом году. Все проверки, продукция прошла. Вот только сейчас храница реализуется далеко не в идеальных условиях. Рыба должна храниться в минус 18 градусов, а у нас минус 3. Значит, она уже не соответствует условиям хранения. Она может испортиться, покупатель может купить. Нехорошие последствия могут наступить, отравления. Но и здесь покупатель не смущает ни состояние лотков, ни близкое соседство разных сортов рыбы на открытом воздухе. Кстати, именно рыба и рыбные продукты чаще всего не проходят лабораторные испытания. Следом, в рейтинге опасных продуктов идут мясо и молоко. Так вот, по данным официального сайта Роспотребнадзора Коми, за 4 неполных месяца этого года выявлено более 40 видов некачественной и, более того, фальсифицированной продукции из различных регионов нашей страны. Интересно, что работники ведомства к качеству продукции претензий не имеют. Проблема в том, что по указанным на этикетках продукции адресам просто-напросто не существует никаких заводов-производителей. Но еще все нарушители без исключения занимаются производством молочной продукции. Казалось бы, на фоне нарушений со стороны импортеров к продукции, производимой на территории нашей республики, претензий нет. Однако, как нам сообщает тот же сайт Роспотребнадзора Коми, сами магазины допускают торговлю просроченной продукцией. Платят штрафы, но продолжают продавать нам, по сути, протухшие продукты. Итак, что мы едим и можно ли быть уверенными в приобретаемой пище, мы сегодня будем обсуждая. Сегодня звоните, пожалуйста, в прямой эфир. Ну и гость сегодня, что самое важное, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми, заместитель главного государственного санитарного врача по нашей республике Елена Никифорова. Елена, здравствуйте. Про 2015 год мы еще часто будем говорить, потому что он стал некой отправной точкой в определенных реформах. И есть такой человек, руководитель независимой некоммерческой организации в сфере защиты прав потребителей Росконтроль, Алексей Медников. И он в конце как раз 2015-го в интервью Коммерсанту сказал, цитирую, «Проверить качество продукции в России практически невозможно». Вы согласны с этим утверждением? Ну, если говорить о сплошном методе, то конечно. Потому что, во-первых, любые проверки, допустим, со стороны Роспотребнадзора, они осуществляются в рамках каких-то контрольно-надзорных мероприятий, они регулируются соответствующим законом. То есть мы просто выйти в торговую точку не можем, нам нужны соответствующие основания. Кроме того, есть проблемы с лабораторной базой. То есть у нас есть учреждение, которое нас обеспечивает, но, скажем так, направление деятельности Роспотребнадзора довольно широкое. Мы контролируем не только пищевые продукты, но и почву, и воду, и воздух рабочей зоны, и промышленную группу товаров. И, естественно, что возможности учреждения, которые работают по госзаказу, оно тоже не безграничны. То есть те объемы, которые мы можем им заявить. И, кроме того, в полном объеме исследования может проводить только главная лаборатория, которая находится в городе Сыктывкаре. Все остальные в Оркуте, в Ухте, в Печоре, в Усинске, они не такие. То есть там только какой-то определенный спектр исследований. А в сельских территориях там тоже только могут проводиться микробиологические исследования. Поэтому, конечно, сплошным методом контроль осуществить каждой партии, которая заводится, реализуется, это просто невозможно. Я понял. Вот этот же человек, Алексей Медников, он подчеркнул, что проблемы зачастую связаны с тем, что контроль как таковой отсутствует уже много лет в этой сфере. На бумаге он есть, хорошее законодательство, огромное количество ведомств, между ними распределены функции, но нет головного органа контроля. За сертификацию отвечает одна организация, Минпромторг, и надзорная часть распределена по министерствам и ведомствам. Вот это есть проблема для вас? Ну, вы знаете, все законодательство Российской Федерации строится на презумпции добросовестности бизнеса. Поэтому, конечно, если, вот я 28 лет в службе, и когда я начинала, была и санэпидэкспертиза продукции, была сертификация продукции, и было, конечно, дублирование функций. На сегодняшний день та же самая пищевая продукция, в основном, она декларируется. То есть сам производитель декларирует, что она соответствует. Идет все по схему декларирования, он тоже выбирает сам. То есть все идет по упрощенному порядку. А сертифицирование? А сертифицирование предусмотрено, то есть у нас как бы 3-4 формы подтверждения соответствия. Это декларирование, это государственная регистрация продукции, но она для ограниченного ассортимента. То есть это детское питание, это продукция специализированная для беременных, лечебно-пилактического назначения, это продукция нового вида. И санитарная ветеринарная экспертиза, это для непереработанной животноводческой продукции. А сертификация как таковой, то есть вот когда раньше выдавали сертификаты соответствия, сам орган выходил, отбирал пробы, смотрел производство, она на сегодняшний день для пищевой продукции отменена. Ну очень длительный процесс, наверное, поэтому, да? Ну, во-первых, это дороже для самого изготовителя. А, он еще за это все и платит. Конечно, это же все платно. Поэтому вот на сегодня законодатель установил такие формы подтверждения соответствия. Все, я понял. Давайте с места в карьер. Если мы говорим о контрафакте, можно ли сказать, что его доля в последнее время выросла в разы? Ну, я бы так не сказала. Во-первых, понятие контрафакт для пищевых продуктов не применяется. Применяется фальсифицированная пищевая продукция. Определение дано в федеральном законе номер 29. И к фальсифицированной мы относим пищевую продукцию, которая умышленно изменена. То есть она произведена не в соответствии с тем, как должна проводиться. Либо она имеет свойства и качества, информация о которых либо доведена не в полном объеме, либо она недостоверна. То есть вот, допустим, если тот же сливочное масло, и изготовитель заявил на этикетке, что оно должно быть жирностью 82,5%, а по факту получается, что 69%, но при этом оно выпущено только из коровьего молока, то есть там нет... Без всякого пальмивого масла. Это тоже можно относить к фальсификации, потому что та информация о качестве, которая заявлена, она не соответствует. И к фальсификации, конечно, относится тоже сливочное масло, когда молочные жиры заменены немолочными жирами, и, соответственно, по жирно-кислотному составу она не соответствует. Это тоже фальсифицированная продукция. Поэтому у нас, допустим, начиная с сентября где-то было выявлено 11 проб, но не вся продукция, вот эта молочная, она была именно фальсифицирована в части применения растительных жиров. Она именно... Часть продукции не соответствовала именно по тем повлажности, по массовой доле жира у изготовителей. Хорошо, я предлагаю посмотреть короткий синхрон относительно того, что думают об этом ваши коллеги из Росельхознадзора. Покажите, пожалуйста. Мы живем сейчас в эпоху импортозамещения, и в этой связи контролю качества и безопасности той продукции, которая выпускается в Российской Федерации, особое внимание в настоящее время уделяется. Вот, как бы, приведу несколько цифр. В марте текущего года мы в рамках определенного лабораторного контроля, именно во исполнении поручения правительства, отобрали 46 проб молочной продукции. Для того, чтобы определить, насколько она соответствует требованиям ГОСТа и не нарушает права потребителей. Весь комплекс исследований еще не закончен, но на сегодняшний день у нас уже 22 результата есть. То есть 22 пробы происследованы. И из них, в общем, ну, грубо говоря, 50% не соответствуют. Представляете, какая цифра, да? Там 47, 50, вот, как бы, вот эти вот, в этом диапазоне. Это продукция не соответствует требованиям нормативных документов. Вот скажите, пожалуйста, вот эти данные с вашими коррелируются как-то? Ну, опять же, по каким показателям не соответствуют нормативным документам? Потому что, допустим, если смотреть наше законодательство, в основном оно направлено на обеспечение безопасности продукции. И те же самые технические регламенты Таможенного союза, которые на сегодня действуют, они устанавливают требования к безопасности и к маркировке с целью введения потребителя в заблуждение. Стандарты как таковые на сегодня, которые устанавливают именно показатели качества, они у нас для добровольного применения. То есть, несмотря на то, что они к техническому регламенту о безопасности пищевых продуктов, есть перечень стандартов, но, опять же, там написано, для добровольного применения. То есть, главное, чтобы он не навредил вашему здоровью. Не навредил здоровью, конечно. Поэтому вот сейчас на сайте Роспотребнадзора, кстати, размещен проект стратегии обеспечения качества безопасности пищевых продуктов до 2025 года, который будет вноситься в правительство. И вот там как раз и ставится вопрос о том, чтобы стандарты у нас обязательны на сегодня к применению только в части безопасности. Чтобы вот те показатели качества, которые заложены в ГОСТах, и в последующем, когда предприятие разрабатывает стандарты отрасли или технические условия и закладывает туда показатели качества, вот чтобы эти показатели качества, которые заложил сам производитель, они не противоречили стандартам, и эти показатели качества, заложенные в стандартах, были обязательны к исполнению. Потому что на сегодня от этого законодательство ушло. Но вот чтобы максимально доступно, Елена Александровна, то есть безопасно обязательно, а вкусно или невкусно, это уже опционально, верно? Очень хорошо. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон наш 469060. Есть у нас звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Сейчас вот в эти дни проходит в торгово-промышленной палате выставка продажи индийских товаров. Вот мы, как любая женщина, вот, в Каце, посетили данную выставку. И были очень удивлены тем, что товары, которые там представлены, во-первых, продавцы вообще не имеют понятия о том, чтобы должен быть перевод на русский язык. То есть все на английском или индийском, в общем, там не поймешь. Все, знаете, как на Диком Западе, все на пальцах, этикетки, вообще ценники на каких-то бумажках написано, от руки, знаете, фломастером, понятия о сертификатах вообще совершенно нет. И вот у меня такой вопрос. Кто-то вообще должен смотреть и следить за, вот, качеством предоставляемой продукции, или же они, как арендаторы, заплатили деньги за вот эту аренду и имеют право продавать все, что угодно, без всяких сертификатов, и никто за это ответственности не несет. Спасибо. Спасибо. Вам очень важный вопрос. Ну, конечно, строители ярмарки должны требовать, чтобы те, кому они предоставляют места, они все-таки имели все необходимые документы на продукцию. Но наказать за это, если такая ярмарка есть, и у строителей на это не обратил внимания, на сегодня законодательством эта обязанность не закреплена. То есть он может, но не обязан. Но не обязан, да. Мы провести проверку можем только в том случае, если у нас будет соответствующее письменное обращение гражданина. И то необходимо вначале установить, кто продает, потому что там могут торговать несколько, скажем, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Поэтому только сам потребитель, если он видит, что нет информации на русском языке, и ему по его требованию не предъявляют. При этом хочу сказать, что по правилам продажи продавец обязан по требованию покупателя предъявить товаросопроводительные документы, в которых будет информация о декларации или о сертификате. При этом эта информация должна содержать номер декларации, кем она выдана, когда она зарегистрирована, с каким сроком действия. Ну и сертификат, по сути. Вот как раз нет. Если товаротранспортные документы с информацией, этого, по идее, законодатель считает достаточно. Конечно, если товаротранспортные документы не содержат этой информации, то продавец обязан предъявить документ, подтверждающий, что продукция прошла все соответствующие процедуры. Ну и естественно, что если упаковка продукции не содержит информации на русском языке, то либо тогда должен быть, если продукция сертифицирована, то должен быть вкладыш, который содержит всю необходимую информацию, предусмотренную законом, и этот вкладыш должен прилагаться каждой единице потребительской упаковки и даваться покупателю. А если этого нет, то, скорее всего, эта продукция обязательно процедуру подтверждения соответствия не проходила. И не стоит рисковать. Не стоит рисковать. О плановых и внеплановых проверках мы поговорим буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. На телеканале Юрген продолжаются детали дня. Мы сегодня говорим о качестве продуктов, то, что мы едим, собственно, вот об этом мы и говорим. И термин импортозамещения. Он, я так полагаю, долго будет жить и в нашем сознании, и в медиасфере, и, разумеется, в сфере торговли. Эксперты говорят, что вот когда конкуренция среди товарищей, которые нам поставляли продукты из других стран уменьшилась, их просто не стало. Вопрос качества, собственно, сам собой отпал. Встал вопрос объема и, собственно, количества. Потекли товары из Юго-Восточной Азии, из Южной Америки. И Роспотребнадзорщик в конце прошлого года, да, по-моему, отметил, что качество этих товаров снизилось в два то или в три раза. Они стали просто-напросто опасными. Так ли это? Ну, результаты нашего надзора об этом не свидетельствуют. Хотя, конечно, в основном мы надзираем и наш надзор нацелен на... У нас сейчас внедряется риск-ориентированная модель надзора. То есть, опять же, она направлена именно в отношении тех продуктов, которые могут представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью человека. И поэтому, конечно, мы в большей степени обращаем внимание на эпидемически значимые виды продукции, такие как молоко, мясо, рыба, птица. Скоропортищиеся. Скоропортищиеся продукты. Что касается, допустим, фруктов и овощей, если в основном из южных стран идет именно эта, в том числе продукция, то, конечно, это одна из головных наших болей. Почему? Потому что эта продукция, когда мы приходим в торговлю, мы ее даже не исследуем, потому что на эту продукцию не могут предъявить вообще никаких документов, подтверждающих ее происхождение. Это продукция без какой-либо маркировки. Такая продукция не исследуется, она сразу же арестовывается и по суду конфисковывается. В 2014 году проводились исследования импортной продукции. Три пробы по санитарно-химическим показателям не проходили. Вот в 2015 году таких находок у нас не было. Но, может быть, это опять же связано с тем, что по пробам овощей и фруктов ее просто нет смысла исследовать, потому что она находится в незаконном обороте. На нее нет документов, подтверждающих ее соответствие. Давайте поговорим о сыре. Он, по-моему, один из самых проблемных стал продуктов. Все дружно начали скучать по пармезану литовскому, по сыру бри. И импортозамещение здесь произошло. Сыра действительно сейчас много на полках, но, опять-таки, ваше ведомство проводит исследования, и в 15 из 20 проверенных сыров содержится пальмовое масло со сливочным маслом. Вообще дело обстоит еще несколько хуже. Скажите, как заставить производителей использовать натуральные? Необходимы исконно сырные ингредиенты? Опять же говорю, что все законодательство строится на презумпции добросовестности бизнеса. И вот, допустим, технический регламент о безопасности пищевых продуктов, он предусматривает, что любой производитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, направленные на обеспечение безопасности продукции. И, конечно, крупные производители эти процедуры... Раньше был так называемый производственный контроль, когда каждая партия принималась, каждая партия исследовалась по физико-химическим показателям, по показателям безопасности с определенной кратностью. На сегодня, как такового понятия производственный контроль в законодательных документах уже его нету, но есть вот эта процедура ХАСП, которая предусматривает в том числе контроль качества и сырья, и технологических процессов, и, самое главное, продукции. И определение тех критических точек производства, когда продукция может по каким-то причинам несоблюдение тех или иных требований привести к тому, что на выходе продукция будет не соответствовать. Вот если эти принципы ХАСП разработаны, внедрены и поддерживаются, то, по идее, производитель не должен применять пальмовое масло для производства сыра, потому что сыр, исходя из определений того же технического регламента, это все-таки продукт, который производится только из молока. А вот если он применяет пальмовое масло, это не запрещено, но тогда должна быть соответствующая маркировка о наименовании продукта как сырный продукт. Хорошо, с сыром мы разобрались. В прошлом декабре кабинет министров республики заявил, цитирую, «Мы закрываем рынок нашей республики, наших бюджетных учреждений от некачественной продукции, что важно, даем возможность конкурировать на этом рынке нашим региональным сельхозпроизводителям». На деле, у ревизоров очень много претензий к нашим местным производителям, в частности, к молочникам, но наши сельхозпроизводители кровью, как написано, готовы подписаться, что их продукция самая натуральная и качественная. Использовать какие-либо добавки просто экономически невыгодно. И тут задается вопрос, насколько такое натуральное хозяйство действительно гарантирует создание безопасной молочной продукции. И второй вопрос, немаловажный, молоко производится, но его нужно еще как-то доставить на прилавок. И об этой ситуации как раз у нас есть короткий сюжет. Покажите, пожалуйста. Когда мы работаем на, скажем так, на кормах натуральных, когда мы ведем выращивание молодняка в естественных условиях, в частности, выпас у нас идет на острове, да, который находится посреди реки Вычигды, да, когда все условия мы соблюдаем, это не проблема. Здесь качество молока, оно должно быть тех, проблемой тех производителей, которые, может быть, выдают это молоко за молоко. То есть, не настоящее молоко за настоящее молоко. Вот стараются люди, работают. Скажите, во время последних особенно проверок в крупных торговых сетях, в первую очередь, вы заметили увеличение доли продукции местного производства? Ну, во-первых, проверки в части определения ассортимента и доли мы не проводим. Ну, на глаз. Ну, скажем, с Иктывкарского молочного завода продукция вроде как в пятерочке имеется. Но, говорю, что этим анализом мы не занимаемся, это, в общем-то, не наши функции. Что касается наших местных производителей, да, вот именно в части применения или не применения жиров немолочного происхождения можно сказать, что мы не выявляли продукцию наших производителей, где бы шла замена сырья. Но по качеству продукции в части, допустим, микробиологических показателей конечно, и у наших бывают срывы. Но с ними проще работать. Почему? Когда мы выявляем факт, допустим, у нас не прошла там сметана или кефир по микробиологическим показателям, мы тут же информируем изготовителя, он разрабатывает программу, ищет причину, устраняет ее и отчитывается уже перед нами о том, что документарно подтверждает, что продукцию, которую он выпускает, она соответствует. Но все-таки опять же хочется сказать, что если у нас крупные производители внедрили систему ХАСП обеспечения безопасности продукции, то вот мелкие товаропроизводители в связи с тем, что и разработка, у них нету грамотных технологов, скажем так, и разработка этой программы, и потом в последующем ее поддержание, это требует определенных материальных затрат, поэтому не все еще ее внедрили, и поэтому говорить о том, что на 100% мы выпускаем продукцию именно соответствующую по всем показателям безопасности, ну, я бы не стала, потому что у нас 10% уже два года подряд 10% молочной продукции по микробиологическим показателям она не соответствует установленным требованиям. Но наши ребята стараются. Стараются, конечно. С ними проще работать, конечно. Идут на контакт, реагируют быстро. Наши люди все чаще и чаще начинают читать вот то, что мелким шрифтом написано на этикетках, это очень важно, и у нас на связи, по-моему, даже не из нашей страны, Павел Смирнов, у которого есть свое видение. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Как ваши дела? Все замечательно. Как у вас? Тоже здорово. Подскажите, пожалуйста, что послужило для вас решающим моментом, когда вы решили обращать истинное такое пристальное внимание на то, что написано на этикетках? Ну, первый раз, в принципе, я начал обращать то, что написано на этикетках, это в начале 2000-х годов, когда отменили полностью систему ГОСТов, которая была одна из лучших в мире. На сегодняшний день производитель может добавлять все, что угодно, и вы не сможете определить, что там находится внутри. Вот и все, в принципе, поэтому читаем этикетки и смотрим на качество продукции. Сегодня все эти вопросы по поводу качества продукции должны относиться к законодателю, потому что он сегодня устанавливает рамки и производителю, и потребителям. Поэтому все вопросы исключительно к депутатам, которые все эти ГОСТы, технические условия и рекламенты принимают. Это безусловно. Но, Павел, скажите, есть определенный перечень добавок и красителей, который считается что-ли безопасным. Вы категорически не приемлете какие-либо добавки и красители? Красители не могут быть вообще, по идее, безопасными. Вот, допустим, в Советском Союзе как было? Если написано хлеб, значит, это хлеб. Если написано молоко, это молоко. А сегодня мы видим огромный список тех ингредиентов, которые находятся в продукте. И, в принципе, это невозможно назвать нормальной едой, нормальной продукцией, которая сегодня лежит на прилавках в наших магазинах. То есть, я правильно понимаю, если вы покупаете сметану, то там есть закваска и что еще? Ну, красители, крахмал модифицированный, ну, все что угодно. Может, пальмовое масло в печенье. То есть, всего полно, всего не упомнишь. Это все химия и на сегодняшний день технологии достигли, в принципе, такого совершенства, что вы не отличите настоящее от фальсификата. Даже по вкусовым качествам. Это очень сложно. Да. Не очень хорошо звучит. Павел, спасибо большое. Здоровья вам и хороших исключительно продуктов нам всем. Лена Александровна, возвращаемся к беседе. Вот, если мы говорим о проверках, просто так, насколько я понял, вы не можете прийти никуда и сказать, дайте мне, пожалуйста, я проверю. Внеплановые проверки, есть же такой термин? Скажите, как они происходят, как они регулируются? Ну, вообще, государственный контроль, порядок его осуществления регулируется федеральным законом номер 294 ФЗ от 26 декабря 2008 года. Там, в статье 10 определены основания, которые могут явиться причиной проведения внеплановой проверки. Ну, первое, это информация, которая может поступить в государственный орган от гражданина или от органа власти или, ну, от любого юридического лица, индивидуального предпринимателя, которое содержит факты, свидетельствующие о возникновении угрозы жизни, здоровью гражданина, имуществ, окружающей среде и так далее. Эти проверки, если в обязательном порядке согласовываются с органом прокуратуры, и если прокуратура видит, что те материалы, которые мы им представили, они свидетельствуют о том, что действительно эти факты есть, то они нам эту проверку согласовывают. Также основанием для проведения проверки может быть обращение гражданина о нарушении его прав потребителя. Эти проверки не согласовываются с органом прокуратуры, они, значит, проводятся по факту получения, но только обращение должно быть обязательно письменным, потому что только письменное обращение, оформленное в соответствии с 59-м федеральным законом, то есть содержащее фамилии, имя, отчество заявителя, адрес, по которому должен быть отправлен ответ, его личная подпись позволяет его идентифицировать и, соответственно, провести проверку. Это условие также указано в законе. Ну и, конечно, основанием для проведения проверки являются приказы руководителя Роспотребнадзора. Это вот третий фактор. Третий фактор, изданный в соответствии с поручениями правительства или президента Российской Федерации. И четвертое основание, это, опять же, распоряжение, которое может вынести, допустим, руководитель управления, если есть соответствующие требования прокуратуры о проведении внеплановой проверки. Ну и контроль предписаний. Я понял. Возьмем, ну, допустим, самый объективный повод прийти, это обращение гражданина, письменное, как мы поняли. На кого чаще жалуются? На маленькие магазинчики или представители федеральных сетей? Ну, в связи с тем, что розничная сеть в большей степени до этого была представлена все-таки мелкими продавцами, то, конечно, обращение больше было именно на малый бизнес. И причем это связано даже не с тем, что, может быть, индивидуальный предприниматель не, скажем, добросовестный, а это может быть связано с человеческим фактором, когда продавец нахамил тому же покупателю и, соответственно, покупатель не захотел разрешать ту ситуацию, которая возникла в магазине и, естественно, покупатель написал соответствующее обращение в контролирующий орган. При том, что, говорю, что сам предприниматель может быть добросовестным. Но это уже психологический аспект. Это уже психологический аспект, и да. Но если вот так вот сказать, то у нас было в 2014 году 147 обращений письменных граждан, которые явились основаниями для проведения контрольно-надзорных мероприятий, то в 2015 уже 212. Но факты, которые изложены в обращениях, если в 2014 году они подтвердились в 92% случаев, то в 2015 году только в 86%. То есть мы можем сказать, что ситуация улучшается? Немножко улучшается, да. Понятно, что у нас нет репрезентативных исследований на тему, где покупают более низкого качества товар, но тем не менее мы вышли на улицу и спросили, где же людям удается купить самую невкусную и, может быть, просроченную пищу. Давайте посмотрим. Как правило, сейчас продукция проходит через заказы и торги, ну и поставщики, конечно, грешат тем, что цену ставят ниже, поэтому многое, скажем так, и со сроками не очень качественно. Встречаю, конечно, сколько угодно, и в сдутые пакеты, и все. Ну, всякое бывает. Например, вот что вы для себя подчеркивали? Может, молоко, там мясо? Нет, в основном сыр. Вот если говорить о нарушениях, выделяют самых главных два. Это нарушение маркировки и сроков хранения. То есть мы можем сейчас сказать, что непосредственно претензий к искомой, исходной и качеству продукции их фактически нет, есть только правила продажи, несоблюдение их? Нет, у нас, я говорю про город Сыктывкар, потому что как бы отдельного учета именно в части жалоб на качество продукции мы не ведем. Но вот по городу у нас 70% обращений рассматриваются в городе Сыктывкар и поступают в городе Сыктывкар. У нас было 152 обращения жалобами на предприятия торговли, из них 14 касались именно качества пищевых продуктов. То есть, ну, можно сказать, 10% где-то в среднем обращений это идет именно на качество пищевого продукта. Но это немного. Это немного. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Неоднократно покупая товар с торговой точки, продавцы отказываются выдавать вместе со сдачей чек. На вопрос, почему, продавец отвечает, что та система налогообложения, которую применяет продавец, не позволяет ему выдавать чек. При всем при этом продавец совершает все действия на кассовом аппарате. который находится в торговом зале и называет кассовый аппарат калькулятором. Правомерно ли это? Для тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к малому бизнесу, установлена упрощенная схема налогообложения, позволяющая им не применять кассовые аппараты. Но при этом законодатель установил, что по требованию покупателей они обязаны выдать товарный чек, в котором должны быть указаны наименования. Это которое от руки выписывается. Приобретенного товара и, соответственно, цена. Ну, это понятно. Это же очень долго. Но если, опять же, товарный чек по требованию не выдается, это образует состав соответствующего административного права нарушения и с обращением с жалобой можно обратиться в Роспотребнадзор и, соответственно, продавец будет за это наказан. Обращайтесь, не пускайте на самотек. В коме снижается количество нарушений при поставке продуктов питания в бюджетные учреждения. С таким заявлением в конце прошлого года выступил Минсельхозпрод региона. Впервые был зафиксирован очень низкий результат нарушений 8%. Шесть проб показали несоответствие нормативам, причем лишь в определенных процентных показателях молочных продуктов. И действительно, врачи-инфекционисты региона отмечают резкое снижение количества пациентов с пищевыми отравлениями. В больницы, как правило, попадают с вирусными инфекциями, но уменьшение пациентов связывают с токсичными вот именно отравлениями, связывают с невысоким качеством продуктов. Давайте посмотрим короткий сюжет. Нет практически вообще дизентерии, которая передавалась молочными продуктами. На первое место выходят вообще вирусные диареи больше, особенно у детей, особенно у детей раннего возраста. Возможно, это связано именно с качеством продуктов, то, что они не настоящие, не натуральные, когда микроорганизмы любят натуральные продукты, натуральную биологическую среду. Да, это значит, что раньше это были молочные продукты некачественные много лет назад, сметана, кефир. Ну вот с молочкой как бы все понятно, да? Ну я не соглашусь с врачом-инфекционистом. Пожалуйста. Я очень рада, что у нас нет пищевых отравлений в том количестве, которые были раньше. Но если вспомнить 2014 год и вспышку в городе Ухте, которая была связана с выпуском некачественной кондитерской продукции, то... То есть пусть лучше оно будет таким? Пусть лучше он так, но при этом, опять же, у нас количество проб, не соответствующих по микробиологическим показателям пищевых продуктов, это 7%. То есть если в пищевом продукте растет санитарно-показательная микрофлора, то надо радоваться тому, что вокруг этого пищевого продукта, когда его производили, не было носителя какого-то инфекционного заболевания, и он соблюдал правила личной гигиены, и не обсеменил его дизентерии, и это не привело вспышки. Повезло. Хорошо. С молочки, допустим, мы закончили. Хлеб. Росконтроль провел контрольные закупки, и в большинстве продукции превышено содержание соли в 2-3 раза. Вот с нашим сыктывкарским, допустим, хлебом, как дело обстоит? Ну, у нас была плановая проверка сыктывкар хлеба, по-моему, в прошлом году, плюс у нас была жалоба потребителя на сыктывкарский хлеб, в частности, дарницкий. При этом проверка не показала, что выпускается хлеб, не соответствующий тем требованиям, которые заложены в технологической документации. Поэтому, в общем-то, сыктывкар хлеб нельзя сказать, что нормальная продукция, конечно. Хорошо. Мясо птицы. Очень широко представлено у нас. Ежкар-Ала, Московская область, прочие. Вот, сыктывкарский и республиканский, может быть, хотя я кроме сыктывкарской, по-моему, фабрики-то особо не знаю. Они как на их фоне выглядят продукции наши? Ну, птицефабрика Зеленецкая у нас будет на плановом контроле в этом году. Поэтому сказать, какого качества выпускается продукция, мы сможем сказать более так объективно только после плановой проверки. Но в этом году им стоит быть готовиться, да. Да, внимательно. Сказать, что у нас были какие-то пробы, позволяющие сказать, что они выпускают некачественную продукцию, я не могу. Ну, были у нас жалобы по акашевской продукции и были единичные пробы несоответствующие. Ну, Это покажет все. Да, это покажет все. Хорошо, Елена Александровна, фактически в завершении эфира мы подведем итоги опроса в группе Юргена ВКонтакте. Мы спросили у пользователей сети, какие продукты питания они считают качественными. Если есть возможность, покажите, пожалуйста, превалирующим количеством голосов безговорочная победа отдается категории «не содержит искусственных добавок и красителей». То есть производитель, российский или не российский, особо не интересует, лишь бы там ничего не добавлялось и не красилось. Собственно, я предполагаю, что время наше завершается. Елена Александровна, большое спасибо за содержательную беседу. Мы ждем вас здесь вновь с материалами новых проверок. Нам очень интересно будет послушать. Напомню, сегодня мы говорили о самом необходимом продуктах, без которых ни один из нас не может продолжать нормальную жизнедеятельность. И знание, что продуктовые санкции в отношении нашей страны истекают только 26 июля, означает лишь одно. Российским и республиканским производителям придется очень постараться, чтобы мы не замечали действий этих самых санкций. Удачи им! Завтра в 8 вечера смотрите личный прием. До встречи!